Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброго времени суток, дорогие подписчики! В эфире вновь вещает игра «Кто хочет стать миллионером». В нашей любимой игре принимает участие множество игроков. Одним удается выиграть и унести из нашей студии 3 миллиона рублей. Другим достается выигрыш чуть меньше. Но это не мешает им снова и снова добиваться своих целей. И в конечном счете выиграть главный приз – 3 миллиона рублей. Давайте посмотрим, сможете сегодня забрать из нашей студии столь сказочную сумму наш следующий участник. Встречайте! Михаил Андреевич Зиберов! Добрый день! Михаил Андреевич, откуда вы пожаловали к нам, собственно? Ну, родом я из Фанниполя, это Дзержинский район Минской области Республики Беларусь. Сейчас нахожусь и учусь в Гомельском университете, в Белорусском государственном университете транспорта. На кого вы учитесь там? Инженер-электромеханик, тяговый подвижной состав, электрический транспорт и метрополитен. Ну, после университета могу пойти работать по мощкам машиниста, электровоза, электропоезда и так далее. В метро могу пойти или могу пойти в каком-нибудь там завод, который специализируется на сборке электроподвижного состава. А у вас с детства была мечта работать на железной дороге, в метро, машинистом? Ну, можно сказать и так. Не самого раннего теста, но я пять лет до этого обучался на детской железной дороге, был юным железнодорожником. У меня есть право управления тепловозом даже. И как это управлять тепловозом? Легко? Хочу сказать легко, но нужна реакция, потому что нужно еще учитывать и тормозной путь, и учитывать и вес состава, вот. Ну, так сказать, нам помогают с управлением нашими составами вагонники, дежурные. Вагонники там, например, нам дают справку о поезде, так сказать, то, что нам надо знать о самом поезде. Вот, сколько там вагонов, какой вес, вот. Какое тормозное нажатие, чтобы мы рассчитали тормозной путь. А дежурные нам просто, ну, направляют, вот. Открывают нам путь, вот. Открывают нам все такое. А у вас большой опыт управления подобными транспортными средствами? Три года. Скажите, пожалуйста, вот, вы в основном грузы возите или пассажиров? В основном я перевозил пассажиров, но иногда и управлял грузовым маневровым тепловозом. Ну, то есть, занимался маневрами на станции и так далее. Все понятно. А куда вы планируете потратить 3 миллиона рублей, если вы их, конечно, выиграете? Вопрос, конечно же, интересный. Ну, часть, может быть, себе оставлю, часть на благотворительность, потому что добро надо делать. А кому вы хотите отдать их на благотворительность? Ну, у нас в Беларуси есть достаточно фондов, вот, помощи, вот, куда можно эти деньги потратить и не сожалеть в своем выборе, потому что ты знаешь, куда эти деньги отдаешь, вот. Ну, а часть я, наверное, потрачу на то, чтобы, так сказать, наш белорусский формат, так сказать, улучшать, сделать его более, ну, сделать его уже из стадии проекта, ну, из стадии, вот, проекта разрабатывающегося, в стадии проекта реализуемого и продвинуть его даже на телевидение. Потому что, если смотреть, так сказать, если смотреть последние, вот, новости сферы игры, кто же стоит миллионером по всему миру, то, глядя на этот парад версий, которые вновь открываются, либо впервые открываются в разных странах, то можно сказать, что и белорусская версия рефциальная не за горами. Все понятно. Да, Михаил, это действительно очень великие цели. Я желаю, чтобы вам обязательно хватило сил, средств и времени, и всего, что только нужно для того, чтобы эти цели воплотились. Ну, с деньгами, как говорится, можем и помочь. Но для этого вам нужно пройти через 15 вопросов, каждый из которых будет давать вам соответствующий выигрыш, пока вы не дадете, тогда до 3 миллионов рублей. Помогать вам в прохождении нашего денежного древа будут три подсказки. Это звонок другу, причем время для звонка будет меняться в соответствии с категорией вопросов. Так, например, с 1 по 5 вопрос вам будет дано 30 секунд, с 6 по 10 45 и с 11 по 15 60 секунд. Помощь зала, если мнение друга вам не совсем помогло и вы хотите узнать мнение зала по этому вопросу. Также подсказка 50 на 50, которая отметет два неверных ответа и, быть может, поможет вам отнести некоторые сомнения. Но это всем известная классическая версия игры. Однако существует и рискованная, в которой несгораемая сумма, в отличие от классической, где их две, а именно 5000 рублей и 100 тысяч рублей. А в риске несгораемая сумма будет всего одна, но какая, это будете решать вы. Кроме того, на этом бонусы не заканчиваются. К вашему арсеналу подсказок будет добавлена еще одна, это право на ошибку. Какую систему вы для себя выбираете? Конечно, право на ошибку это хорошая подсказка. Хочу сказать вам много. Я думаю, сегодня я поиграю по классике. По классике? Да, потому что классика сейчас очень распространена в мире. И почему бы и не сыграть? Мировые тенденции показывают, что в настоящее время распространена рискованная система. И интернет-сообщества обычно любят играть по риску. Но это интернет-сообщества, а я смотрю на официальные версии. Конечно, большинство интернет-версий, они более основываются на отечественной, российской, так сказать, версии, где, так сказать, в этот рисковый вариант с 2012 года на постоянной основе. А так, в мировом, так сказать, мировой практике используется классика. Это если еще не смотреть на возобновленную британскую версию и там итальянскую, где там тоже две нетграемых суммы, но вторая назначается вами, так сказать. Ну и еще подкастка помощь ведущего. Ну, вторая сумма несгораемо будет назначаться не вами и не нами, она уже будет известна сразу. Ну что ж, классика — это ваше решение. Надеюсь, что правила понятны. Смею напомнить, что пока вы не дали окончательный ответ, вы можете забрать выигранный день. Все понятно? Все понятно. И мы с Михаилом Зиберовым начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Хочу сказать, что для меня открытие. является фамилия автора «Белый бум, черная у». Ну, потому что произведение я читал, а автор не запомнил. А тут мы окончатся. Б. 500 рублей ваши. Второй вопрос — 1000 рублей. Какого зайца не бывает? А. Тумака. Б. Русака. Ц. Беляка. Или Д. Зайца-чувака. Русак и беляк есть. Насчет тумака не знаю, а вот ответ «Д» — это, скорее всего, относится к рогатому скоту, это, извините, за выражение «кастрированный баран». Ваши познания в области крупного рогатого скота приносят вам 1000 рублей. Ну, и такой же он и крупный. Вот, но рогатый. Да. Третий вопрос 2000. За какую плату работал балда, упопав в сказки Пушкина «Сказка о Бопе» и работники его «Балде»? А. За три удара по шее. Б. За три подзатыльника. Ц. За три щелчка по лбу. Или Д. За три пинка под зад. Ответ «С», — говорит Михаил, — «и получат 2000 рублей». Ну, а я помню, что это даже шелчки по лбу, причем из ответ «С», — говорит Михаил, — «и получат 2000 рублей». Ответ «С», — говорит Михаил, — «и получат 2000 рублей». Да, еще. Там, получается, балда этот ел вареную полбу, это пшеница вареная, каша из пшеницы вареная. И так как название этого блюда присоединяется, так сказать, платой, то, так сказать, вот так вот я иногда и запоминаю некоторые ответы на вопросы. Ну, все понятно. Я надеюсь, что такая техника запоминания поможет вам в ответе и на следующий вопрос. Вопрос четвертый — «3000». А. В кабаке. Подождите. Б. В поле. С. В лесу. Или Д. В магазине «пятерочка». Ну, конечно же, ответ «Б» — «в поле». В поле. В поле. Потому что муха по полю пошла, муха денежку нашла, пошла. Муха на базаре купила сантовалку. Вот это такое окончательное. В поле, говорит Михаил. В поле. Наверное, она попала «пятерочку» и купила себе к чаю из самовара печенюшку. По красной цене. Да. Об этом история умалчивает. Но, тем не менее, Михаил говорит «в поле» и получат 3000 рублей. Кстати, я помню, в какой-то из мировых версий была еще опция досрочного ответа. Когда человек знал ответ, он говорил. И если этот вариант ответа есть, то он сразу бы и принимался. Вот. Скорее всего, это в германской. Но пока у нас еще такого не придумали. К счастью или к сожалению. Итак, вопрос «пятый» — 5000 рублей. Первая несгораемая сумма. И ваша последняя возможность. Михаил Андреевич, уйти из нашей студии ни с чем. Какую позицию на поле называют «голкипер»? А. Защитник. Б. Вратарь. Ц. Полузащитник. Или Д. Нападающий. Форвард. Это нападающий. Я точно знаю. Он еще не помню, как называется «защитник». Полузащитник. А «голкипер» — это «вратарь». Потому что… Вратарь, так сказать, эти голы… «Педотвращает». Ну да, конечно же, это вратарь, правильно? Ты выиграл первую несгораемую сумму. Да, Михаил, я полностью вас поддерживаю. Вы только что выиграли первую несгораемую сумму — 5000 рублей. Не потратили ни одной подсказки — это тоже очень важно. А на очереди у нас шестой вопрос, правильно ответив на который, вы можете заработать уже 10 000 рублей. Кто, согласно пословице, является желанной добычей для шпиона? А. Скандалист. Б. Болтун. С. Оратор. Или Д. Молчун. Как же хорошо, что этот вопрос для меня оказался легким, потому что как раз напротив себя я вижу плакат, в котором написано, что «Не болтай у телефона, а болтун — находка для шпиона». Ответ «Б» окончательный. Ответ принят. Вот. Это чистое совпадение. Михаил, вы можете сказать спасибо тому человеку, который повесил напротив вас этот плакат. Потому что это правильный ответ! Как ни как, мой сосед, который этот плакат повесил, является военным реконструктором. Как раз вот 23 февраля он участвовал в реконструкции на линии Сталина и исполнял роль связиста. А какой бой они реконструировали? Какой точно я не знаю, но это было посвященное Дню Защитника Отечества. Все понятно. Ну, знаете, там всякие, так сказать, централизованные выступления организованных сил, которые они устраивают на этих вот… Ну, я примерно понимаю. Я примерно догадываюсь, что это может быть. Итак, седьмой вопрос 15 тысяч рублей. Подсказки по-прежнему все на месте. Какая марка автомобиля реально существует? А. Гелендваген Паук. Б. Вольксваген Жук. Ц. Тойота Клоп. Или Д. Митсубиси Таракан. Не хочу показаться подозрительным, но как раз сейчас… Я напротив окна вижу… Я вижу припаркованный… Вольксваген Битл. Что превратится в английского означает Вольксваген Жук. Как-то все очень удачно складывается сегодня вокруг вас. Я вам вот что скажу. Это, наверное, первая игра, в которую у меня шестой, седьмой вопрос более легкими попались. Да, окончательно. Ответ Б. Принят. Нет. Не сочтите мое предложение банальным, но, Михаил, вы можете сказать спасибо вновь человеку, который поставил под вашим окном данную машину. Потому что это Вольксваген Жук. Ну что ж, Михаил Андреевич, у вас 15 тысяч, а подсказки по-прежнему все на месте. Интересно, повторю ли я путь Джона Карпентера, который дошел до 15 вопросов. Не сочтите ни одной подсказки, а на последнем вопросе позвонил своему отцу и сказал, что «Зря ты, отец, считал меня болваном, потому что я дошел до 15 вопросов и знаю ответ на вопрос». Пользуясь таким случаем, вы тоже позвоните своему отцу? Ну, к сожалению, технически я не могу это сделать. Тем более, мой папа сейчас на работе. Вот. И ему не будет ни до звонков. Но зато какой будет ему приятный сюрприз. Ну, по крайней мере, у меня есть друг, которому могу позвонить. Вот. Ну, мы потом узнаем, когда я уже буду использовать подсказку. Ну, я надеюсь, что у вас будет повод обрадовать друга. Ну, да. Итак, у нас на очереди восьмой вопрос на 25 тысяч рублей. Какой из этих городов расположен не в Белоруссии? А. Минск. Б. Артемовск. Ц. Витебск. Или Д. Бобруйск. Кто у вас редактор? Сразу видно, человек, так сказать, дальновидный. Опытный. Знающий подход к игрокам. Б. Артемовск. Потому что... Не знаю. Не видел еще этого города с таким названием. Вот. Ну, а может, он где-то есть? Вот, вы его не видите? Может быть, есть деревня Артемовск. Вот. Города Артемовск нет. Вообще, хочу сказать, у нас есть деревня Париж. Деревня Бали. Вы едете отдыхать туда? На Бали? Ну, посмотрим. У нас даже есть целый мир. Мне хочется знать, кто популярный не только у нас, но и туристов. Так город называется. На этом вопросе у меня видят какие-то дяди. Потому что, как-никак, около Минска я родился и в Минске я часто была. В Витебске у меня живет дядя троюродный. Бабруйск. Это город, через который я проезжаю, когда еду у себя в университет. С дома. Таким образом, ваш окончательный ответ. Ну и как чутку умрают отказом по Артемовск. Ответ принят. Город Артемовск. Расположен в Красноярском крае России. Но не спешите радоваться. Такое же название носит город и в Луганской области Украины. Таким образом, в Белоруссии города с подобным названием нет. Правильно. Также смею напомнить, что это бывшее название города Бахмут в Донецкой области Украины. Так назывался город с 1924 по 2016 годы. Ну что ж, Михаил, вы делаете поразительные успехи. Вы дошли до девятого опроса стоимостью в 50 тысяч рублей, не затратив ни одной подсказки. Это очень похвально. Я надеюсь, что до десятого опроса, до второй несгораемой суммы, вы доберетесь точно с таким же составом подсказок. На очередь у нас девятый вопрос и 50 тысяч рублей. На какой улице в Москве расположен центральный дом актера имени Яблочкиной? А. Арбат Б. Новый Арбат Ц. Тверская Или Д. Маховая ОИ Ой Прям сразу так. У меня тут вопрос Про город, в котором я ни разу не был. Хотя хотелось бы. Ну, я надеюсь, что ваш выигрыш поможет вам осуществить заветную мечту. Ну, давайте будем думать. Промаховую улицу я ничего не знаю. Я про неё, так сказать, впервые слышал. Арбат и Новый Арбат. Арбат и Новый Арбат, они более-таки у нас популярные, потому что они... Ну, такие популярные в сети, популярные в сети. А, нет, такие популярные, я не знаю. Даже тот, который не был в Москве. Тверская... Что-то знакомое тоже есть. Неужели нам перед меня придётся использовать подсказку? Напоминаю, Михаил, что у вас остались все подсказки. Вы можете воспользоваться любой. Я понимаю. Ну что ж, давайте спросим у тех, кто в Москве живёт. Уважаемая аудитория, помогите мне, пожалуйста, проголосуйте за нужный вариант ответа. Можно голосовать. Наша аудитория голосует так. 50%, а именно добрая половина нашей аудитории считает, что это Арбат. Чем именно половина... Ну что... Известны случаи, когда зал ошибался. Поэтому, в любом случае, я предлагаю вам ещё подумать и принять взвешенный и правильный ответ. Ладно, я, наверное, соглашусь с нашей аудиторией. Бывайте ответы на Арбат. Напоминаю, что если вы ответите неправильно, то потеряете 20 000 рублей. На эти деньги можно спокойно съездить в Москву. У вас ещё две подсказки осталось. Просто не хочется мне сейчас тратить важную для... Ну как, по крайней мере, как по мне, важную подсказку 50 на 50. Даже не знаю. Ладно, давайте... Вариант А. Вариант А. Арбат. Не будем больше думать. Окончательный ответ. Окончательный. Ответ принят. Предлагал я вам, Михаил, подумать. Предлагал я вам воспользоваться ещё одной подсказкой. Я напоминал, что в случае неправильного ответа, вы рискуете потерять 20 000 рублей. Однако вы приобрели 50 000 рублей. Конечно, вашему, так сказать, уровню интриги может позавидоваться сам Дмитрий Александрович. Ну что ж, Михаил, одну подсказочку, к сожалению, всё-таки удалось вам упустить. И благодаря этому вам удалось правильно ответить на девятый вопрос. И ещё на шаг стать ближе к несгораемой сумме 100 000 рублей. Давайте же посмотрим на этот десятый вопрос, который принесёт вам в случае верного ответа несгораемые 100 000 рублей. Сколько недель в Израиле длилась операция «Нерушимая скала»? Сразу признаюсь, ответа я не знаю, как и на предыдущий вопрос. В таком случае я предлагаю воспользоваться подсказками. Ну да. Какую подсказку будем использовать? Давайте звонок другу. Кому будем звонить? Давайте позвоним Никите Кордонову. Звоним Никите Кордонову! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Здравствуйте, Никита. Это вновь вас передача «Кто хочет стать миллионером?» беспокоит. И я её ведущий, Фёдор Шулаков. здрасте давненько однако не виделись напротив меня в кресле игрока сидит и михаил зиберов и он очень нуждаться вашей помощи готовы ему помочь почти я почти я почти готов господа у вас 45 секунд время пошло израиле длилась операция нерушимая стана 4 недели по 5 недели 7 недель до 4 года 25 секунд ну я думаю 7 недель так то уверен ну да 15 секунд я тебе поверю хорошо спасибо 7 недель больше подсказок не будем использовать я думаю раз он так уверен то я думаю что можешь поверить а если что то я у него эти 50 тысяч на которых я сейчас попрошу ответ цель 7 недель принят но михаил андреевич никите в гости вам зайти однако придется для того чтобы его отблагодарить ведь вы выиграли только что 100 тысяч рублей а я знаю что вы так скажете я чушь я предполагал давайте мы михаил попытаемся дойти до хотя бы до трех миллионов рублей это как минимум но чтобы до них дойти нам нужно ответить верно еще на пять вопросов на очереди у нас 11 вопрос 200 тысяч рублей какой город швейцарии более 600 лет процветает придерживаясь лозунга молись и работа а женева б цюрих ци лозанна или д давос ну я слышал про что-то про цюрих я знаю что я знаю еще женеву так как в ней конвенция женевская о правах человека была создана и женева долго время являлась так сказать центром таким вот этих вот дипломатических всяких там сцен и так далее я напоминаю что еще осталась одна подсказка это 50 на 50 вы можете откинуть два неверных ответа вместе с ними возможно откинуться ваши сомнения ну это давайте 50 50 50 на 50 уважаемый компьютер уберите пожалуйста два неверных ответа это цюрих или давос к чему вы сейчас больше склоняетесь я склоняюсь больше к цюриху но это скорее из-за того что я о нем больше всего слышал ну а вось попадете в любом случае сейчас вы ничем не рискуете ну хочется побольше сработать какой ваш ответ а давай за теорию окончательный ответ ответ принят в принципе михаил сейчас вы ничем не рискуете это спасает ваше положение но я очень рад что выигрываете 200 тысяч рублей кстати вот этот вот ваш лозунг вот малиси работой является не только лозунгом этого города но и лозунгом кальвинистов а откуда вы это узнали а я у меня был вопрос на что где когда на который я правда неправильно ответил все понятно ну а мы идем к двенадцатому вопросу 400 тысяч рублей подсказок больше нет надеемся михаил только на себя на себя и на высшие силы а аналоги каких двух нот отсутствуют в китайской музыке а до и ми б ре и соль ц фа и си или д ля и до дайте вспомнить я когда ходил в музыкальную школу у нас была так сказать музыкальная литература мы проходили не только наши не только нашу музыку но и музыку свою зарубежную вы музыкальной школе учились? да я отучился 7 лет в музыкальной школе учился на баяниста в каком то плане мы сами коллеги я тоже все время отучился 7 лет в музыкальной школе по классу баяна ну а про китайскую музыку вам не рассказывали на уроках музыкальной литературы? а рассказывали только это так сказать было давно потому что ну лет 5 назад точно вспомнить к сожалению сейчас вот очень сложно подсказок нет да? подсказок к сожалению нет но вы можете забрать выигранные 200 тысяч рублей забирать конечно же не хочется потерять не хочется а хочется выиграть ну как как обычно говорят третьего не дано но хочется дойти до трех миллионов вы не учили китайскую музыку? на музыкальной литературе? ну я ее мы ее касались так поверхностно но я помню что там пять нот ну пять нот ну точно помню что пять нот вот а какие там пять нот? дайте вспомнить какие дайте вспомнить какие то двух нет каких то двух нет Так. Ох уж эта музыка. Так. Так. Пять нот. Если пять нот, то они располагаются, скорее всего, по до. Я что-то вспоминаю то, что там ноты до нет. В таком случае, какой-то еще из этих нот не должно быть либо ми, либо ля. Есть вариант до и ми, есть вариант ля и до. Так. Напоминаю Михаилу, что вы можете забрать выигранные деньги. Двести тысяч сумма тоже вполне неплохая. Это да. Как я считаю. Да. Да. И сто тысяч. Давайте ответственно. А почему так думаете? Почему в IC? Ну, потому что Рей и Соль, они очень часто используются во многих произведениях, в том числе и китайской музыке. Чтобы я точно помню, я точно верю, потому что я слушаю это. Ответ С. Ответ С. Принят. Вы считали, что отсутствует нота до. Да. В китайской музыке. Вы склонялись больше к варианту ля и до. И считаете, что ноты Ре и Соль чаще всего встречаются в китайских ренях. Ну да. Только в вопросе указано. Никакие ноты отсутствуют. А аналоги каких нот отсутствуют. Но, тем не менее, вы дали правильный ответ. Но, тем не менее, вы дали правильный ответ. Попугаев. Подсказок, к сожалению, нет. Но от этого игра, как я считаю, становится еще интереснее. Интрига только нарастает. Давайте же посмотрим на этот коварный тринадцатый вопрос. В каком британском городе проживал попугай, который до своей кражи умело имитировал полицейскую сирену? Лестер? Браунстон? Систон? Или Отби? Я что-то про это слышал. А где вы это слышали? Ну, это я слышал у моего тренера по штуке, когда я его тренировался еще в школе. Когда я играл. Кстати, хочу сказать, что в прошлом году, благодаря тренировкам, я выиграл чемпионат Минской области. Буквально. На какие мысли вас навел вот этот вопрос? Я точно знаю, что это не Браунстон, потому что я его тогда на тренировке и указал в качестве ответа. На что получил ответ, что это не Браунстон. Это точно неправильный ответ. Ну, будем считать, что один вариант вы отбросили. Отпадаем. Да. Но есть еще три. Про Лестер и Систон я слышал. Ну, как я слышал, я смотрю иногда вот такие каналы, как History, на котором вот такие вот программы. Итак, Михаил, что вы скажете про город Лестер? Про город Лестер я скажу то, что я видел по телевизору, потому что я смотрю некоторые такие вот передачи. Меня интересуют некоторые такие передачи, где всякие там люди ездят и коллекционируют вещи. Вот, например, есть такая передача «Американская коллекционер», где люди ездили по Америке. Кстати, я помню даже, что вот эта парочка из американского коллекционера даже была на съемках только что с «Миллионером» в Нью-Йорке, когда он еще снимался, когда его еще вела Мередит Вьера. Ну, по крайней мере, один из выпусков ихней передачи был вставлен фрагмент, где они эту, так сказать, одну вещицу везли этой ведущей, при этом они даже не знали про то, кому они везут. А про попугая? А про попугая? Не говорилось ничего. Не было информации про попугая, вот. Когда говорили что-то про город Лестер. Вы знаете? Вроде говорили. Говорили? Вроде говорили. Но 100% я уже не могу быть уверен, потому что передача была в 2015 году. Ну, именно тот выпуск. Но это было сравнительно еще не так давно. Это было еще не так давно. Но я напоминаю, Михаил, что с текущим выигрышем в 400 тысяч рублей, вы гарантированно попадете в финал. И сможете побороться за главный приз пятого сезона игры «Кто хочет стать миллионером». Заманчиво предложение. Я думаю, надо попытаться хотя бы, ну, надо попытаться, тем более, почему бы и нет. Давайте Лестер. Лестер. Ле... Лестер. Ответ принят. Вот что мне нравится в, так сказать, русифицированных названиях иностранных городов, так это то, что не сразу поймешь, как правильно читать. Но все же, почему вы решили, что это Лестер? Мы даже не коснулись городов Систона или Отби. Ну, про Систона я говорю, что я его слышал вместе с Лестером из передачи. Про Браунстон я знаю, что это неправильный ответ, потому что... Потому что, когда я, ну, тренировался на этой тренировке, что где, когда, когда я это лечил. Браунстон, то... Вот он был неверным. Браунстон вы сразу скинули? Ну, про Отби я вообще ничего не знал, вот, то есть, для меня Отби это город, так сказать, открытия. Я основался на том, что я знаю. Если бы я не... Если бы я не слышал про этого попугая ранее, может быть, даже уже сейчас... Я ответил. К сожалению, сейчас забрать деньги не могу. Я говорил вам, Михаил, забрать деньги. Я предлагал. Я говорю вам, что в этом случае... Вы гарантированно попадете в финал шести. И сможете побороться... За главный приз... Пятого сезона... Игры, кто хочет стать миллионером. Но сейчас... Я вам хочу сказать... Что ваши возможности возросли в два раза! Это правильный ответ! Это, наверное, сказывается то, что я вчера полдня провел за игрой миллионер, которую... Один мой знакомый, так сказать, разрабатывает. Ну, как сказать, разработал, вот. Вижу, что вы очень тщательно подготовились к сегодняшней игре. Ну, да. Вчера даже каким-то образом выиграл два раза по три миллиона. Что мне позволило, так сказать, взять время... Ну, так сказать, формат на время. Потому что там, в той игре, цену вам нужно пять миллионов платить. Я надеюсь, что под словица «Бог любит троицу» будет актуальной и сейчас. И вы дойдете до пятнадцатого опроса и возьмете три миллиона рублей. Я, кстати, вот хочу сказать, что один раз мне очень повезло. Ну, я, получается, решил ради интереса с моему знакомому поиграть, кто хочет стать миллионером. Ну, я в качестве актракана, в качестве ведущего. Вот. При этом на шестом, седьмом и девятом опросе я изстроил все свои четыре подсказки. Вот. Низграмму поставил тогда сто тысяч. Но потом пошли легкие вопросы, на которые я просто знал ответы. Особенно легким был последний вопрос. Сейчас даже вспомню. Какое было старое название Балтийского моря? И что вы на него ответили? Варяжское. Потому что по территории моей страны... Ну, я изучал это по истории Белоруссии, ну, вообще по истории. Что на территории моей страны проходил путь, называется, из варягов в греки. А так как греки, они больше там к Черному морю, ну, уже в Черном море, там Эгейское море, вот это море. Ну, там получается Черное, потом Черезмравное в Средиземное, и там уже Адриатика, там уже Греция. Вот. Скорее всего, так вы и добирались. Ну, в греки. Кстати, у нас в Белоруссии находится часть этого пути, сухопутная именно. Потому что, ну, у нас в Белоруссии, как получается, это единственная часть такая, где гребли по суше. Но в любом случае, в любом случае, до главного приза размером в 3 миллиона рублей у вас осталось всего два шага. Я желаю вам сегодня оказаться на вершине Олимпа. Итак, четырнадцатый вопрос. Полтора миллиона рублей. Какой химический элемент не будет взаимодействовать с водой? А. Натрий. Б. Золото. Ц. Литий. Или Д. Хлор. Вопрос, хочу сказать, более легкий, чем предыдущий. Потому что, как-никак, я ее изучал. Ну, я изучал на протяжении долгого времени даже. И у меня в университете химия была. Вот. Таким образом? Эээ... Ну, дайте-то подумать. Эээ... Ну, я думаю, что, скорее всего, с водой не будет взаимодействовать элемент, который находится... Ну, который, наконец-то, ниже... Эээ... Ну, чем водород в электрической... Ну, в электрическом воде. Ну, в электрическом воде. Если вспомнить таблицу Менделеева, то водород находится выше всех элементов. Ну, таблица Менделеева это одна. Но когда... Но когда... Эээ... Это химический ряд металлов. Это точно знаю. Есть такой. И... Вроде бы, в этом ряде еще есть. И не только металлы. Но... Но... Я хочу сказать... Из всех вот этих вот элементов... Эээ... Я уже... Эээ... Я уже... Не знаю. Хотя... Есть же кислота. Эээ... Эээ... Аш-хлор. Или... Ну, этот... Хлороводородная кислота. Да. Раз... Она есть, то значит хлори взаимодействует с водой. Ну, вот вы... Один вариант. Можно считать, что... Для себя отмели. Допустим. А как же дела обстоят с натрием, золотом или литием? На каком месте они стоят в данной цепочке? Ну, этот вот надо вспомнить. Это надо вспомнить. Давайте попробуем вспомнить. Но золото это благородный металл. Вот. Это точно. Да. Потому что... Эээ... Золото... Находится... Правее всех в этом ряду. Ну, потому что этот ряд, получается... Находится горизонталь. В основном... Ну, в основном, этот ряд горизонтальный. Он правее. В ряду. Вот. Напоминаю вам, что пока вы не дали окончательный ответ, вы можете забрать выигранные деньги. 800 тысяч рублей. Вроде бы, насчет натрия я могу сказать, что он активно с водой взаимодействует. Ну, по крайней мере, он чубурно взаимодействует. Потому что... Вода начинает аж кипеть. Вот. При взаимодействии с натрием. Вот. То есть уже натрия тоже отпадает. Вот. Хотя... А вот про литий вы что можете сказать? Литий... Я знаю, есть литий-ионные батареи. А в батареях в основном используется электролит. В основном это бывает... Дистиллированная вода. Ну вот, Михаил, круг замкнулся. Круг замкнулся. Но... Если... Литий-ион... Если вот этих вот литий-ионных батареях... Эээ... Вот этот вот литий... И эта дистиллированная вода, которая по... По себе, ну... Является именно водой. Скорее всего... Он взаимодействует. В литии с водой. И появляется вот этот вот... Заряд. Получается так, что... Все химические элементы с водой взаимодействуют. Заряд. 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 На... Есть ли натрию? Вот золото? Мне вот интересно золото. Тем более... Есть же... Золотоискатель же использует промывку. Когда они уберут песок, его промывают. Вот. И остается золото. Вот. Но все же, к какому варианту... Ладно, давайте... Давайте тогда ответ золото. Потому что... Ну, потому что раз... Я все три отбросил... Я напоминаю, что в случае неверного ответа... Вы потеряете... Семьсот тысяч рублей. И уже не... И не сможете поучаствовать в финале шести. Хочется поучаствовать. Давайте золото. Вот раз... Раз все это убросил... Значит золото. Давайте. Тем более золото благородный металл, как я сказал. Вот. То есть... Металл почти, наверное. Ответ Б. Золото. Деньги забирать не будем. Деньги забирать не будем. Ответ Б. Золото. Окончательно. Ответ Б. Золото. Принят. Ответ Б. Золото. Мне уже даже страшно становилось. Как вы сказали? Т. Хлор с водой взаимодействует? Да. Хлавроводородная кислота образуется. Это точно знаю. Это даже все могут знать. Ну, по крайней мере, кто химию не прогуливал. Вы говорили про литий Что он может взаимодействовать с водой А я вам говорил, Михаил Что было бы лучше забрать деньги А теперь у вас полтора миллиона рублей Ну что ж, Михаил, я вас поздравляю Спасибо Вы только что выиграли полтора миллиона рублей И дошли до пятнадцатого вопроса По всему мирному движению игры «Кто хочет стать миллионером» Ходит такая традиция Что каждый игрок Перед тем, как ответить на пятнадцатый вопрос Вернее, перед тем, как он зазвучит Обращаться к своим родственникам К своим родным людям Как, например, вышеупомянутый вами Джон Карпентер Который на пятнадцатом вопросе взял подсказку Звонил другу и позвонил своему отцу Чтобы сказать о том, что он выиграет миллион долларов Поскольку подсказки «Звонок другу» у вас сейчас нет Я предлагаю вам прямо сейчас обратиться К вашим родным, к вашим друзьям Тем, кто будет смотреть этот выпуск И сказать им самые важные слова Прошу вас Я хочу сказать большое спасибо Своим всем родным, близким Которые, прильнув экраном мониторов Своих компьютеров, телефонов, телевизоров Будут смотреть этот выпуск В любых источниках Будь то YouTube Социальности ВКонтакте Или какая-нибудь другая социальная сеть Которые линовки к экранам и мониторам Будут болеть за меня Благодаря которым Я, так сказать, по этой жизни Иду с позитивом Хочу еще придать привет И огромную благодарность Своим преподавателям Которые дали мне эти познания Которые Меня подготовили К своей будущей жизни Будущей большой жизни Отдельно спасибо Олегу Ивановичу Климовичу Которые меня на протяжении 7 лет Тренировал на игру Что, где, когда Спасибо Хочу еще выразить Всем тем Кто просто за меня болеет Кто всегда меня может поддержать Однако трогательная речь, Михаил Ну что ж Давайте посмотрим на этот коварный Хитрый Но такой решающий Пятнадцатый вопрос Какой из этих индийских фильмов Был снят на языке Малаялам А Святой Тукарам Б Убийство Кичаки Ц Потерянный ребенок Или Д Путь к дому тети Подсказок больше нет Но вы по-прежнему можете Взять выигранную сумму И не проиграть Вопросы очень сложные Неожиданные Три пятнадцатого Поэтому ваше решение Дайте ко мне подумать Я тут подумал Давайте я заберу Деньги Это ваше окончательное Тем более полтора миллиона Это хорошие Деньги Окончательное решение Ответ Знаю Ответ я не знаю А я играю честно Поэтому и посмотреть Я не могу нигде Так что Я беру деньги Окончательное ваше решение Окончательное решение Это ваше право Поздравляю Михаил Ваш выигрыш Полтора миллиона рублей Примите мои поздравления Спасибо Ну а теперь Когда вашей Ровно заработанной сумме Ничего не угрожает Какому ответу Вы вот Склонялись Или просто Наугад Какой был ответ Наугад Наугад ответ Ответ Д Путь к дому тети Ответ был бы принят Очень хорошо Михаил Что вы забрали Полтора миллиона рублей Потому что Правильный ответ С Потерянный ребенок Поздравляю вас Михаил Полтора миллиона Это тоже Хорошая сумма Я надеюсь Что С ее помощью Вы сможете добиться Поставленных целей Большое спасибо Традиционный Немножко вопрос Какие у вас Впечатления Остались Об игре Эйфория Перемешку Со страхом И Ох Но страх В основном Потерять Большую сумму И еще Сердце пешки Надо же колоть Вот эта музыка Нагнетающая Местами Хотя Хочу сказать Что Музыка Современная Она более Такая расслабляющая Но Когда на последнем вопросе Вместе со своим Сорцебиением Это слышу Сорцебиение Которое в музыке То это Тоже Сонится Немного Не по себе Вот И главное Не терять Рассудок Потому что Главное Держать Держать Себя В руках Вот Для этого Я сказал Попросил вас Чтобы я подумал Вот И для этого Я и забрал деньги В любом случае Спасибо вам огромное За игру Надеюсь Что мы увидимся В финале Надеюсь Счастливого Вам пути Спасибо Всем спасибо Пока Субтитры Субтитры